Борис Романовский. Дельта. Книга третья. Создающий будущее. Глава первая. Армия эвольверов. Ван Балай, начинай, приказал я, зависнув над мини-армией. — Отряда! За мной! — воинственно воскликнул толстяк, ступив на спуск. За ним шло двадцать два человека. Все в защитных костюмах и шлемах. Похоже на мотоциклистов. Кроме одного эвольвера — Селены. Она шла чуть позади Ван Балая, одетая в тканевую белую форму. Высокая девушка привлекала взгляды мужчин. Став слабой, она похорошела, стала гораздо увереннее. За короткое время она обзавелась большим авторитетом среди эвольверов армии и уже сумела привлечь людей в свою команду. Один из отряда подошел ближе к Ван Балаю. Он был единственным, у которого шлем не прикрывал уши. Слухач. Десяти эвольверов шли сразу за лидером. Некоторые из них держали в руках клинки, другие сжимали баллоны, третьи тащили на спинах тяжеленные рюкзаки. Замыкала отряд еще одна десятка. Каждый из этих эвольверов был вооружен массивным металлическим арбалетом, хищно-блестящим под лучами невидимого светила. «Эй, монстры!» – крикнул Ван Балай. «Идите к папочке!» Но никто ему не ответил. Отряд прошел уже пятьдесят метров. Напряжение росло. Я физически ощущал, как все нервничают. «Думисы, готовься!» «Да, босс!» Африканец подошел к краю спуска. Вся его одежда была пошита из темной кожи. Плотные штаны, ботинки, куртка. На руках громоздкие костяные кастеты. Каждая деталь его доспеха создана из кожи вожака – черного варана. Дед приказал сшить его специально для Думисы, главы боевого отряда армии, в который входит пятьдесят шесть человек. Среди них были Лианг и Мэр Ханш. Кастеты у Думисы тоже непростые. Из костей каменной черепахи – укрепленные Джао. На нашем уровне их можно назвать нерушимыми. Ван Балай был на девяностом метре спуска, когда наконец-то появились первые монстры. Из той же расщелина, откуда в прошлый раз вылезли скользкие волки, начали вылетать воробьи и вылезать коричневые ежи. «Волшебные воробьи и каменные ежи! Воздух, вперед! Думисы, остановись на пятидесятом метре! Ван Балай, отступай! Стена!» Я говорил спокойно, понимая, что меня прекрасно услышат. С помощью ветра я разносил свои слова над армией. Эвольверы в группе Ван Балай скинули рюкзаки, набитые землей и камнями. Трое гравитосов земли принялись возводить защитную стену. К группе Думисы с лагеря выдвинулся отряд, состоящий из одиннадцати полиосов воздуха. Его возглавлял офицер Елисей, человек мамы. Раздался свист. Арбалетчики начали палить волшебных воробьев. Но ни один болт не попадал в цель. Быстрые и юркие монстры обладали удивительной способностью. Они могли создавать свои иллюзорные копии, которые не отличались от оригинала. Всего их было шестеро, но благодаря способности казалось, что к Ван Балаю приближается несколько десятков вожаков. У меня сердце сжалось, когда я увидел, как бездарно стрелки расходуют болты. Каждый наконечник был укреплен джао. В последние дни она тратила все нейтрино для подготовки к ивенту. Нам с дедом пришлось постараться, чтобы подавить недовольство Джонсонов. Группа Думиса остановилась на пятидесятом метре, и гравитосы земли начали спешно возводить стены. По плану они должны обозначить временную базу толстой стеной метра три-четыре в высоту, квадратом, отхватывающую кусочек земли, на котором в будущем мы построим несколько простеньких каменных зданий. Елисей продолжил бежать, чтобы присоединиться к отряду Ван Балая. «Селена, останови воробьев!» — приказал я. «К сожалению, придется использовать такой козырь раньше, чем я предполагал. Но волшебные воробьи — вожаки, близкие к гравитосам пространства-времени. Таких монстров опасно недооценивать». Селена подняла голову и выпустила морозное дыхание, превратившееся в белесое голубоватое облако. Воробьи, попавшие в него, замедлились. И вольверы усилили обстрел. И первый вожак пал. Болт пробил тело маленького монстра насквозь. Наконец Елисей достиг Ван Балая, и полиосы воздуха вступили в битву. Они с помощью ветра выискивали настоящие тела воробьев и говорили стрелкам, куда стрелять. Меньше чем через минуту все воробьи были убиты, а их тела подобраны и спрятаны в портфелях. Раздался свист. Первый каменный еж выпустил свои иглы. Всего этих монстров было около двадцати. Каждый из них мог выпускать иглы. Это особенность, присущая всем монстрам-ежам. Вдобавок, каменные ежи могли поднимать вокруг себя острейшие шипы. Но местность здесь для них не самая удачная. Спуск был покрыт желтыми и зелеными лианами. Поэтому я их особо не боялся. Вот будь здесь каменный спуск, нам бы не поздоровилось. Там ежи невероятно опасны. Иглы каменного ежа врезались в стену и застряли там. За первым монстром остальные тоже выпустили свои снаряды, приближаясь к Ван Балаю и его группе. Начали появляться новые монстры. На двухсотом метре зажужжали осы, каждая размером с котенка. Их было не меньше пятидесяти штук. Чуть дальше от них, правее, блеяли зеленоватые овцы, одна за другой вылезающие из пещеры. С пятисотого метра в небо взмыли массивные пеликаны с гигантскими клювами-ковшами. На трехсотом метре непонятно откуда вылезла огромная черепаха размером с танк, покрытая мхом. Она медленно пошла в сторону отрядов. «Отступайте к Думисе, залейте все огнем. Молния, магнит, вперед!» Заговорил я, следя за ситуацией. Ван Балай и Елисей отдали приказы, и вольверы начали отступать. Двое с баллонами вышли вперед и выставили свое оружие в сторону ежей. Из баллонов выстрелил красноватый спрей, который секундой позже воспламенился и брызнул во все стороны, жаркой волной покрывая лианы и монстров. Огонь из-за жидкости в баллонах был зеленоватым, а дым, выделяемый при сжигании лиан, смолисто-черным. В это время отряды полиосов-магнита, которыми руководила Мирослава, и полиосов-электричество, которых возглавляла эвольвер деда Ирина, достигли Думисы. «Молния, ежеваши!» – отдал следующий приказ я. Ирина повела группу из 18 эвольверов в бой. Я молча наблюдал за всем с воздуха, не собираясь в ближайшее время сражаться. Картина подо мной наглядно показывала, насколько сложно найти эвольверов с редкими способностями. 237 человек собрались под моим началом, не считая основную группу синдиката. Среди этих 237 нет ни одного с более-менее редким навыком. 83 атомоса, 95 гравитосов и 59 полиосов. Последних было легче всего распределить. Сделать три группы, поставив во главе надежных людей, а вот с остальными возникли сложности. Среди атомосов 27 ядерные. И все владеют одним навыком – манипуляцией огнем. Ни один не достиг 5%. И что делать с этими слабаками? Пришлось использовать один из моих секретов. Если атомос синтеза со способностью слияния материи объединит пропан с Земли и кровь монстров, близких к ядерным атомосам, то получится очень любопытная мелкодисперсная взвесь, которая великолепно горит в изначальном мире. Что интересно, чистый пропан теряет свои свойства и не воспламеняется. Слияние материи – нередкий навык. В моем мини-войске 8 человек обладают им. Правда, до этого он всем казался бесполезным. Каждый атомос с навыком манипуляции огнем получил баллон с кровавым пропаном и теперь представлял из себя мощную боевую единицу. Вон как лианы корежат под зеленоватым пламенем, а каменные ежи хоть и не умирают, но определенно чувствуют себя не очень хорошо. Они катаются по земле, смешно чихая, и мечутся, врезаясь друг в друга и пытаясь покинуть область с огнем и дымом. Ирина с полиосами электричества достигла ежей. Несколько человек вытащили из подсумков алюминиевые стержни и метнули их в сторону монстров. Засверкали электрические дуги, всю область ежами накрыли молнией. Такой атаки выжаки не выдержали. Один за другим они умирали, застывая каменными изваяниями. Каменные ежи невероятно опасны. Но сегодня они не смогли реализовать даже 10% своего потенциала. Ни разу не выпустили шипы из-под земли, почти не истратили собственные иглы. И все благодаря стратегии. Мирослава, отправь сборщиков. Думиса, готовься к защите от морозных ос. Нацука, готовься принимать. От отряда полиосов отделилось несколько человек с рюкзаками за спиной. В этих рюкзаках лежат металлические сети, с помощью которых эвольверы перетащат каменных ежей на базу. Тела волшебных воробьев, кстати, уже выпотрошили. Все жидкие ядра спрятаны в кубы и переданы наверх Нацука. Она возглавляет самую большую группу, в которой около сотни людей. Все они замена. Когда у людей снизу закончится нейтрино, они побегут наверх. И Нацука взамен пустого эвольвера отправит другого, который с огромной вероятностью обладает теми же способностями. Или, если потребуется подкрепление, эвольверы из замены бросятся вниз на помощь. Но, надеюсь, до такого не дойдет. Среди 237 человек целых 57 гравитоса Земли. Из них лишь 10 обладают боевыми навыками. Пятеро манипуляции массы, как у Думисы. Еще пятеро всякими каменными шипами и шарами. Остальные же годятся лишь для возведения стен и выкапывания ям. Они и занимаются созданием временных баз. Но ладно гравитосы Земли, они хоть полезны. А что делать с гравитосами гравитации? Из 38 человек 15 имеют самый бесполезный навык – прыжок, как у Роберта, племянника Селены. Еще 12 владеют притяжением и 11 толчком. Все. В итоге я решил всех сделать стрелками. Хоть какой-то толк. В определенных ситуациях эвольверы с притяжением и толчком будут использовать свои способности. А прыгуны? Ну, они успеют свалить, если запахнет жареным. «Владислав, под морозными осами что-то есть», услышал я спокойный голос Андрея, офицера деда. Он стоял на специальном помосте, который служил неким подобием командирского штаба. Всего на этом помосте находилось пятеро человек, включая Сяо Цзинь, которая вообще не понимала, что она здесь делает. Аниш сидел там же, со скучающим видом, наблюдая за спуском. Помимо них был парень с навыком улучшенное зрение. И еще один умник, который, в отличие от Сяо Цзинь, давал очень дельные советы во время составления плана. Полеос воздуха, разносящий донесения с помощью ветра. И сам Андрей, слабый эвольвер, ядерный атомос со способностью взрыв, входящий в новую организацию, золотые львы. Как можно догадаться, ее создал мой дед. Я вынул из-под сумка подзорную трубу и вгляделся в сторону морозных ос. Эти твари обладают неприятной и опасной способностью. Из своих жал они выстреливают морозными лучами. Для примера, если такой попадет на открытую ладонь, ее придется ампутировать. К тому же осы распространяют холода вокруг себя, некое подобие слабенькой морозной ауры. Вскоре я понял, о чем говорит Андрей. Лианы под роем ос бугрились, будто под ними что-то ползло. Нехорошо. Рой был в 20 метрах от временной базы и стремительно приближался. На только-только возведенных стенах стояли эвольверы с баллонами, готовясь встретить насекомых огненным валом. Морозных ос я заметил еще после битвы со скользкими волками, поэтому тактику борьбы с ними мы уже отработали. Подроем змеи. Электричество, они на вас. Ханш, Лианг, сосредоточьтесь на змеях. Воздух, создавай потоки. Я сдую насекомых. Люди засуетились. По плану все три отряда полиосов должны были объединиться и ударить по осам. Их поля взаимно усиливают друг друга, и такая синергия раздавит морозных ос так же легко, как букашек. Тем более сперва их замедлит вал огня от ядерных атомосов. Но сейчас атака идет не только сверху, но и снизу. Змеи легко пройдут сквозь стены и окажутся внутри укрепления. А туда их нельзя пускать, будут жертвы. Я полетел вниз и завис над базой. Все эти дни, пока собиралась армия и проходила подготовка, я не бездействовал. Наконец-то у меня нашлось время, чтобы заняться своими тренировками и лучше овладеть ветром. Раньше я не использовал и половины своих возможностей. Рядом со мной закружились потоки воздуха, необычного, а насыщенного кварками. Я открыл рот и глубоко вдохнул, наполняя легкие, а затем выдохнул. «Вуш!» Из моего рта вырвался ураганный ветер невероятной силы. Словно пояс на максимальной скорости, он врезался в рой ос и откинул их далеко назад, дезориентируя. Атака прошла настолько быстро, что осы не успели среагировать. Некоторые из них повредили крылья, врезавшись друг в друга, и сейчас медленно планировали вниз. «Босс лучший!» воскликнул Ван Балай. Следом раздались крики одобрения. Я на это лишь усмехнулся. Используя я только свое нейтрино, то потратил бы на подобную атаку не менее половины запаса. Но ветер, насыщенный кварками, становится послушным и чутким. Я могу взять его под контроль и использовать, как посчитаю нужным. Именно поэтому я попросил полиосов создать завихрение. Помимо этой атаки, я придумал еще несколько новых приемов и улучшил старые. В частности, мини-торнадо теперь стало гораздо опаснее, чем раньше. Засверкали молнии. Электричество веером прошлось перед базой, а мгновением позже раздалось яростное шипение. Из-под лиан начали появляться дымящиеся змеи. Одна, две, шесть. В длину каждая превышала десять метров, а в обхвате была как ствол взрослого дуба. Я их узнал. Анаконды-пожиратели. Металл, стрелки! В атаку вступили полиосы магнита, обрушив на змей дождь из острых лезвий. Стрелки тоже начали палить, используя укрепленные болты. Воздух, потоки! Осы уже были рядом, и на этот раз они учли ошибки. Рассредоточились, двигаясь разрозненным роем. Теперь их будет гораздо сложнее убить. За морозными осами виднелись желчные пеликаны и стадо голубых овец. Молния, магнит, переключайтесь на ос. Хан Шлианг Думиса, добейте змей и помогите нам. Полиосы воздуха уже начали создавать потоки. Я вытянул обе руки и притянул этот ветер к себе. Он закрутился вокруг меня, зашумел. Перед моими ладонями взвелись спирали. Однажды я использовал эту атаку, когда зверь взял надо мной верх. Но позже мне не удалось ее повторить. Воздушная пуля! С легким хлопком спирали распались, а следом взорвалась первая морозная оса. Я глубоко вздохнул. Ветер вокруг меня зашумел еще громче. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп! Я вел руками, а воздушные пули убивали морозных ос одну за другой. Сверкали молнии, летал металл. Полиосы не стояли на месте. Краем глаза я увидел, как Хан Шлианг поднял в воздух двух анаконд, а Лианг захватом обездвижил третью. Хлопали воздушные пули, трещали молнии, свистели ножи. С грохотом Думиса проломил голову анаконде. Ван Балай словно бешеный кот свирепо вырвал глаза другой змее. Болты с хлюпанем входили вплоть гадов, пытающихся сбежать подальше от этого ужасного места. Возле задней стены уже собралась группа эвольверов, у которых иссякла энергия. В какой-то момент все закончилось. Я понял, что больше морозных ос нет. На секунду повисла тишина, и я начал раздавать приказы. Собираем тела монстров, всех раненых и пустых наверх к нацука. Магниты, подберите все ножи и болты. Занимаем места, готовимся встречать желчных пеликанов и голубых овец. Через 20 секунд они будут тут. Я махнул рукой и с помощью ветра подтянул к себе тела трех морозных ос. Быстро вытащил жидкие ядра и приложил к татуировке, повышая частоту виртуальной спирали ДНК. После битвы у меня осталась половина нейтрина, этого может оказаться недостаточно. Скинув тела ос, я глубоко вдохнул и приготовился к следующему сражению, азартно сжимая и разжимая кулаки. Чувствую, этот день будет очень долгим.